Какой орган сложнее? Влагалище или нос? Не потому, что я врач от ариноларинголог и занимаюсь профессионально заболеваниями уха горла носа уже более 20 лет и безусловно люблю эту профессию. Нос и слизистая полость носа, как ни странно, интимнее. Если мы говорим про влагалище, то эта история обусловлена резко кислой средой. Кстати говоря, как и наружный слуховой проход, мы закисляем флору умышленно, чтобы все чужеродное погибало. Так вот, нос, представьте себе, это орган, который наполняет кислородом гайморовые пазухи, этмоидальные пазухи, лобные пазухи, основную пазуху. Питает кислородом наш головной мозг именно нос, именно носовое дыхание. И вот эта вот архитектоника полости носа, другими словами, внутренняя анатомия полости носа, должна быть безупречной. Ничего похожего по сложности, интимности с влагалищем это не имеет. И самое главное, это слизистая, которой подкрыта полость носа. Она настолько сложна, это некий ворсинчатый эпителий. Ворсинки это микрощеточки, которые выгребают слизь наружу до половины полости носа, а другая уже, задняя отдела полости носа, там ворсинки работают назад. Они гребут слизь к носоглотке. Следующий момент, это увлажнение. Я понимаю, что и слизистая оболочка влагалища тоже должна быть специальным образом увлажнена, но носом мы дышим постоянно. В этом и заключается сложность. Продолжение следует...